Героиня сегодняшнего эпизода – дизайнер одежды Александр Жук. За последние годы Александр стал обладательницей международных и национальных наград, создательницей, пожалуй, что первого в Беларуси бренда молодежной дизайнерской одежды. После выборов 2020 года Александр сразу включилась в работу штаба волонтеров у печально известного изолятора на Окрестино, где пыткам подверглись сотни и тысячи белорусов. Вскоре Александра и сама была задержана и провела 10 суток в заключении. Сейчас Александра находится в Вильнюсе, где продолжает работать и развивать личный бренд дизайнерской одежды и прикладывает усилия для скорейшего возвращения в свободную и демократическую Беларусь. В Беларуси не было ведь хорошей одежды. У нас даже зары не было. И даже это для нас было очень круто. Многие уезжали за границу покупать такие вещи. И мы подумали, Полина, давай попробуем пошьем какую-нибудь одежду для нас, потому что действительно нечего одеваться. И мы действительно стали первым молодежным белорусским брендом одежды в Беларуси, потому что ее в принципе не было такого понятия даже. И мы использовали лен, потому что раньше лен использовался в таком классическом понимании вышиванок, притом очень таких прямолинейных, прям просто костюм брали, его переносили, это стоило больших денег. Никто это не носил, никому это было не интересно, все считали, что был русский материал, это что-то такое. А мы переиграли всю эту историю, создали классные шорты, рубашки, комбинезоны. И даже наша первая коллекция, которую мы просто сами сели на машинке, шили, мы ее продали сразу же. Вот, просто под ноль, и мы поняли, что прикольно, давай делать дальше. Буквально с самого начала вашей карьеры вы в 2013 году победили на таком культовом фэшн-конкурсе «Мельница моды». Затем были другие награды, в 2018 году вы уже на международной сцене были представлены на «Who is next»-конкурсе в Париже. А как относились власти Беларуси к тому, что вот такой новый талант, новое имя появляется в сфере моды? Может быть, вам как-то помогали даже? Будущие проекты, которые мы уже показывали как раз-таки в Париже, я делала со своей одногруппницей. И тогда мы не совсем понимали, как все это работает. Я просто увидела конкурс, захотела в нем участвовать самостоятельно, потратила на это деньги. Мы поехали туда и выиграли его. Но он, получается, стал таким достаточно на тот момент каким-то звучным и знаковым, чтобы этом как бы все узнали. И посольство в Беларуси, безусловно, как бы пришло. И они такие, это же белорусы. Вот активно начали упоминать нас на сайте посольства. Говорили, что вот вы, если в следующий раз поедете, вы к нам обязательно обращайтесь, мы вам всем-всем-всем поможем. Но на самом деле, когда мы собирались поехать в следующий раз, мы обращались, чтобы нам сделали визы хотя бы. Потому что из Беларуси ты не можешь никуда выехать без хотя бы визы. Но нет, это все вещи мы делали за собственные деньги. И полностью все, что мы делали, это было за наши деньги. Но каждый раз посольство приходило, делало с нами фотографии и писало на сайте, что вот мы помогаем, продвигаем наших белорусских дизайнеров. Хотя на самом деле никакого отношения они к этому не имели. Только действительно то, что мы белорусы и мы из Беларуси. Последний период, скажем, пяти лет до выборов, с 2015 по 2020, во многом отмечают, что это период очень бурного роста креативной экономики в Беларуси. Почувствовали ли вы это в фэшн-индустрии Беларуси? Сто процентов. Белорусская неделя моды началась в 2010 году, когда я поступила в университет. И постепенно мы начали участвовать. Постепенно начали... Много спонсоров на самом деле привлекалось. Вот IT-сектор тогда очень сильно у нас начал развиваться, естественно, начали развиваться разные проекты, выставки, искусства, заведения. Вот даже когда была забастовка 26 числа, для меня это было таким самым черным днем календаря. Потому что, как выяснилось, те, кто закрылся и кого закрыли, так это все мои клиенты и мы вместе с ними выросли. То есть в самом начале они ко мне домой еще приходили покупать мою одежду. А сейчас как бы у меня уже был шоурум, и у них уже свои заведения выросли за этот период времени. И получается, мы вот одно такое поколение. Скажите, в женских маршах вам доводилось участвовать в Минске, в других городах Беларуси? Да, конечно, тоже было очень показательно, потому что первое время силовики не могли себе позволить трогать женщину, потому что это как-то очень странно применять насилие против того, кто тебя слабее физически. Поэтому женщины поняли, что таким образом хотя бы они могут показать свою интеллектуальную какую-то силу. Плюс был период, когда женщины начали очень большую коммуникацию с международными СМИ. И так как действительно многие владеют языками, точно так же я до сих пор горжусь Светланой. И наконец-то страну представляет человек, владеющий иностранным языком. То есть я, наверное, раньше себе и представить такого не могла. Мне казалось, ну, наверное, так принято, что все президенты говорят только на своем родном языке. Хотя это очень странно, ведь их задача вести международные переговоры. И тут выяснилось, что нет, на самом деле президенты как бы разговаривают на других языках, и твой президент тоже так может. Вот. И мы привлекли очень много внимания именно этим. То есть образование женщин в этом плане очень сильно помогло, и наши контакты, связи, и вот эта вот очень хорошая социализированность, наверное. Вот. Ну, это ненадолго-то хватило. То есть это и было таким самым, наверное, больным ударом. То, что ты не ожидал, что твоя же армия, те люди, которые обещали тебя защищать, как бы могут применить к себе насилие. Ну, и потом это стало неважно, ребенок ты, женщина или мужчина. То есть, ну, началось с мужчин, потом женщина и теперь дети. Вот это такое было очень, наверное, самое больное место для белорусов. Платье, в котором вы сегодня, оно имеет отношение к как раз к тем платьям белым? Да, конечно. Это мое самое первое платье было, в котором я вышла на первый женский протест. Это был такой день невероятный тоже, потому что все началось с десяти женщин, которые вышли. И потом другие женщины поняли, что они хотят их поддержать, они просто выходили на улицы. В Минске есть огромный такой проспект, не вне зависимости, а другой. Он начинается от Немиги и заканчивается на окраине города Каменной Горка. Когда я выехала, я приехала в центр, была с девушками только там сначала. И, в общем-то, от одной станции метро до другой станции метро, это очень большая, длинная такая линейка. Наверное, за час она была полностью заполнена двумя рядами. Потом мне пришлось поехать на работу, я постояла на Немиге. От Немиги тоже начали выстраиваться женщины. И к концу дня, просто от центра города до самого конца цепочка не прерывалась с двух сторон. Ну, это было просто невероятно в этот день. Александра, что вам запомнилось больше всего о 9 августа 2020 года? Мой день начался с того, что я взяла выходной и пораньше решила пойти проголосовать. У нас были долгие споры, лучше идти в начале или в конце. Я не стояла в очереди, я встретила много своих соседей, было огромное количество людей. Но уже тогда начались вопросы с интернетом, потому что я хотела выложить сторис о том, как я это сделала, поделиться с друзьями. Дальше, наверное, как весь день прошел, я не помню. И, конечно же, вечер, когда все после объявления результатов двинулись в центр. Там, конечно, картинок было миллион необычных. То есть ты находился просто в зоне боевых действий. Я была в самом центре. Тогда еще, ну, я была, наверное, тем человеком, которому повезло, потому что я смогла туда пойти и смогла оттуда вернуться. То есть нас силовики не задерживали, нас пропускали. Ну, потом уже, как выяснилось, на следующий день, что это было просто таким везением, что до часа ночи я успела уйти. А после часа ночи уже там прям началась такая война-война. То есть это было сопротивление двух таких групп людей. Это те, кто вышел к Стелле и хотел узнать результаты. То есть объявите нам официально, вот скажите нам в лицо, как оно есть, не по телевизору, пожалуйста. Вот. И в ответ на это было просто созвано большое количество военных, которым был дан приказ подавить эту толпу. Вот. И чем ближе становилась ночь, тем, как это, наступало время, тем людей становилось больше, больше, больше и больше. И просто нет ни связи, ни интернета, ничего. А город Минск не такой большой. Он больше, конечно, чем Вильнюс, мне кажется. Но, тем не менее, как я объясняла, да, есть Каменная горка, где живу я. И центр — это около 10 километров. И на протяжении этих 10 километров идут люди постоянно. Даже когда я вернулась домой, люди продолжали все равно идти. Вот. Это, конечно, было... Ну, такого не бывало никогда просто. И вот это впечатляло. Это продолжалось на протяжении, наверное, первых трех дней, мне кажется. — Буквально через несколько дней после 9 августа 2020 года вы стали одной из волонтерок, которые находились непосредственно возле изолятора на Крестино, где тысячами люди подвергались пытками. Каково это было оказываться прямо у того места, где осуществлялись пытки над людьми? — Сначала это было не совсем понятно. То есть никто не знал, что происходит. Все пытались понять, где их близкие. Потому что все метались, кричали там, пытались у кого-то что-то узнать. Ведь там тебе никто не отвечает. И мы остались первые люди, кто взял на себя ответственность, хотя бы записывать на листочке бумаги тех, кого ищут, чтобы составить хоть какие-то списки. Потому что людей было огромное количество. Потому что они прибывали, прибывали, прибывали. И все уже думали, что ты тот сотрудник, который это делает. И ты говоришь, я вот пять минут назад пришел. Я просто вот помогаю. И все. И у тебя настолько не было времени для того, чтобы думать вообще о чем-то. И когда ты видел даже, когда люди выходили или что-то, и тот ужас, который там происходил, тебе нужно было помочь. То есть здесь, ну, как у врача, да? Когда у тебя, наверное, твой пациент на операционном столе, неважно, что с ним происходит, ты думаешь, как ты должен его спасти сейчас. И все остальное для тебя неважно. Ну, бывали какие-то моменты в периоды, когда ты понимаешь, что уровень какого-то ужаса перебарщивает. Ты отходишь в сторонку, пооплачешь и возвращаешься. Вот. Потому что ты не можешь себе позволить расслабиться сейчас. И твои слез точно никому не помогут. А сейчас есть люди, и они нуждаются в тебе. А там моя функция, например, была основная. Это то, что... Ну, у меня открытая внешность достаточно, так как я дизайнер одежды, я очень много коммуницирую с людьми, и мне легко найти общий язык. Потому что когда человек выходит оттуда, он в жутком страхе, и он бежит куда угодно, но ведь тебе нужно его поймать, уговорить, потому что туда бежать нельзя. Он вообще не понимает, где он. Ну, это ужасный страх, типа, внутри. И для того, чтобы человек тебе поверил вообще, что это твои, что это помощь, что все ок, нужно очень много потратить еще времени на то, чтобы он тебе начал доверять. Вот. Когда я была под стенами Окрестина, как раз-таки, я была тем волонтером, который туда не пошел внутрь, ну, потому что там запах крови, то есть там надо психологически быть очень готовым. У меня были девочки, кто был за стенами, и они помогали рассортировать вещи, потому что это были просто вот такие вот мешки из-под картофеля, мобильных телефонов, неизвестно чьих. Люди боялись туда возвращаться. Ключи просто от домов. То есть многие люди оставались в лагере только из-за того, что ключи находились в тюрьме, а у них нет ключей от дома. А как их найти, вот когда это вот такой огромный мешок, и никакой подписи нет? Вот три, наверное, или четыре дня девочки работали с утра до вечера, просто рассортировывали хоть как-то. Потому что мешки все были порваны, это уже непонятно, чьи это вещи. Там вещи действительно какие-то важные. То есть, да, ключ от машины, не знаю, ключ от квартиры, то без чего ты не можешь дальше продолжать жить. Телефоны, многие уже просто сказали, до свидания, не хочу, не надо мне телефон, я куплю новый, все. Я не хочу туда возвращаться, это не стоит вообще того. Вот, и я такая, мне всегда было интересно, а что же там? И вот когда я оказалась с другой стороны стены, я такая, зачем я вообще интересовалась? А что же вот там с другой стороны стены? Пожалуйста, посмотри. Вот, поэтому мысли действительно материальны. К поздней осени воскресные марши, конечно же, перестали быть такими массовыми, и во многом протестные акции, они переместились в спальные районы, в отдаленные районы Минска и других городов. И во время одного из таких воскресений вас задержали. Да, да. При каких обстоятельствах это произошло? Тебе не нужно было идти ни на какой марш, тебе нужно было просто выйти во двор, там твои соседи, и вы стоите разговариваете. Все. То есть ничего делать не надо, ты просто вышел, и ты просто у себя во дворе, ты просто идешь, не знаю, это там сразу же парк находится, то есть ты находишься просто в парке. Например, сейчас, насколько я знаю, там даже патрулирует милиция его, то есть регулярно там ходит. А это парк просто для прогулки с детьми и так далее. Вот. Ну и, собственно говоря, вот в этом месте как раз-таки просто вызвали огромное количество силовиков, и они начали всех задерживать, всех, кто там был, всех, кто был на детских площадках бегать. То же самое вот было странное, это когда ты просто смотришь в окно, и ОМОН бегает по детской площадке. То есть там даже детей нету, потому что это опасно. Это выходной день, но дети сидят дома, и тебе лучше сидеть дома, потому что даже вот мужчина стоял с пакетом продуктов, он просто стоял, хотел покурить, да, но не получилось. Вот до такого абсурда доходит. Но тебе говорят, ну, допустим, меня когда забрали, мы сказали девушку, вы все объясните там, если вы ничего не делали, вас отпустят. Ну и ты как бы говоришь, да, ну хорошо, если я все объясню там, то пойдемте, конечно же. В итоге в РОВД ты объясняешь просто, что было, они говорят, хорошо, будет суд, в суде вы объясните, что там было. И судья уже примет решение за вас. Ну, как бы судья зачитывает приговор, как бы зачитывает твои вещи, все совпадает. Ну, у нее свое решение на этот вопрос. У вас была возможность положиться на защиту во время суда? О, безусловно, нет. Какая защита? Как проходил суд? Это такое очень сюрреалистичное мероприятие. Тюрьма. Там есть коридор. Вас всех зовут в этот коридор. Вы выходите, то есть, где камеры. Просто, вот как мы с вами здесь стоим, вас ставят к стене всех. Есть такой стол. Там стоит компьютер. И каждого по очереди подзывают. Когда наступает его время, садят на этот стул. Рядом с тобой стоят представители власти. Такой достаточно строгий человек. Один из самых, наверное, вот моего РУВД. Ну, как-то у меня с ним более или менее еще контакт был. Ты не слышишь, что тебе говорят, потому что связь прерывается бесконечно. Судья не показывает ни себя. Она не показывает тебе ни зал. А там могут твои близкие быть. Например, моя подруга тоже, она не знала, что я у нее на суде. Там только ты можешь что-то выкрикнуть. И если тебя не выгонят, человек узнает хотя бы, что там кто-то есть. Вон микрофон опускается вот так в стол просто. Тебе что-то зачитывают. Единственное, там в конце ты пытаешься переспросить, а сколько мне там в итоге, а что мне. И все. Потом просто спрашиваешь на выходе, а какой хоть приговор-то был. Потому что, ну, ты ничего не слышишь, судья тебя не слышит. Она зачитала, зачитала, зачитала. Сказала, все. Закончилось. Пять минут. Могут тебя спросить. Я помню, мне только спросили, по-моему, про мое ходатайство. Да и все. Я попросила там рассмотреть мое дело. И это единственное, что будет. О, по-моему, она не услышала, мне кажется. И вот так каждый день проходят суды. Вы провели 10 суток задержания. Да. Ваш приговор был 10 суток. И кто были вашими однокамерницами? Была мой дизайнер сумок. Девочка тоже. Ее задержали в ее день рождения. Она шла купить торт. И шла к маме. Но, увы, они с парнем не дошли. Их арестовали. Женщина тоже одна швея. Также где-то рядом со мной, но чуть-чуть дальше. Они шли куда-то, по-моему, покупать маски с другими женщинами. Они пенсионерки были как раз таки. Их задержали около аптеки. Девочка одна была с моего района. Нашла с тренировки. И как бы... Она действительно была в леггинсах. У нее действительно в рюкзаке было мокрое полотенце, бутылка воды, коврик. Но никто не поверил ей, что она идет с тренировки. Ну, как бы, нет. Ей дали 14 суток. Были две пенсионерки. Их задержали... Меня задержали в воскресенье, их задержали в понедельник. Вот. Им тоже сделали аресты. И одну девушку, она просто выезжала из своего двора. Ее остановило РУВД. И просто высадили их из машины, арестовали автомобиль, отвезли. И дали просто тоже аресты. То есть она нигде не была. Она выезжала из своего собственного двора. И с ней сидел молодой человек, и их двоих арестовали. Вот. И потом, по-моему, повторно, когда она забирала машину, ей дали второй арест. Первый раз, когда нас завели в первую камеру, мы подумали, что это делают, чтобы просто попугать. Потому что интерьер, который ты видел, это похоже на фильм ужасов какой-то. То есть когда кого-то в заточении каком-то держат, примерно это вот так. Потому что там вода по стенам какая-то, полностью оторванная штукатурка, у тебя асфальт, какие-то гнилые кровати, ничего нету абсолютно. Только, да, там туалет, наверное, и все. И все такие, нет, так не может быть. Это невозможно. Это неправда. Ну и выяснилось, что да, в таких условиях ты будешь жить следующие 10 дней. Есть какие-то камеры чуть-чуть получше, где там не совсем краска отвалилась, к примеру, там она хотя бы держится где-то. Или там кровати хотя бы покрашены, не совсем ржавые. Или там, допустим, твоя кружка, например. Вот у меня ассоциация была, что эта кружка вот такая железная, такая ржавая была. И что где-то она, наверное, еще со времен войны, вот как осталось, наверное, где-то она досюда дожила. Первые там пять минут тебя это шокирует, потом ты просто привыкаешь, адаптируешься, потому что вариантов у тебя нету. Либо ты пьешь с этой кружки, либо ты не пьешь вообще. Пить ты можешь тоже только из-под крана. Ту воду, которая идет там, не хочешь, не пей, твой выбор. Либо так, либо не так. Ну и человек просто постепенно к этому привыкает. Ну как бы в моем случае, я понимала, что это 10 дней, поэтому мне было легче. Хотя тоже ты не знаешь, выпустят тебя через 10 дней или тебе что-то еще предъявят, и ты еще там останешься. Притом я понимала, что сотрудники даже, которые были с нами там, они не понимали, почему мы здесь. То есть они каждый раз, когда привозили новых людей, они не понимали. То есть они нас обсматривали, когда они делали опись. Для них было странно, вот что эти люди делают здесь вообще. Кто это? Почему? И у них даже там срывы какие-то случались, потому что это конвейер был. Это каждый выходные, каждый выходные, каждый выходные. И для них это тоже было странно, но они выполняли свою работу, и все. Что в конце концов повлияло на ваше решение покинуть Беларусь? Я так понимаю, что это произошло в декабре 2020 года. Что стало последней каплей? Отсутствие безопасности. Даже последние выходные мне пришлось сидеть полностью дома в воскресенье, потому что мой самолет был, по-моему, там во вторник, наверное. И я понимаю, что я не могу выйти во двор, потому что там везде ОМОН. То есть они ходят, там что-то делают. Все. Ну, я понимаю адекватно, что если я сейчас выеду просто в магазин или по каким-то своим нужным, даже до машины. Я не пойду в машину ничего забирать, я заберу в понедельник. Потому что там, когда меня задерживали, мне говорили фразу, что ты выперлась вообще в воскресенье, дома сидеть надо. И я говорю, вот как не смешно, конечно, что для меня это странно, но я в воскресенье посижу дома. Потому что я не хочу обратно в тюрьму, потому что следующий арест 30 суток, потому что это повторное. Плюс там моя работа находится в центре, рядом с этими зданиями. Любое какое-то мероприятие, если меня случайно задерживают, у меня уже была статья, я понимаю, что это автоматически 30 суток, никто разбираться не будет. А когда вокруг тебя еще начинают постоянно кого-то забирать, осуждать и так далее, потому что в твоем окружении уже не остается людей, которые не сидели, к примеру, на каких-то сутках. До сих пор флешбеки твоего прошлого, там мне даже вчера кто-то постучался у двери, это была соседка оказывается, но я минуты три думала вообще открывать дверь или нет. То есть ты сидишь, боишься, а вдруг это кто-то за тобой, а потом ты понимаешь, ну ты же в Вильнюсе, тут не может ничего такого быть. Я удивилась, да, что у вас, кстати-ка, не было салюта, потому что в Беларуси любой праздник отмечается салютом. У нас такого нет, что люди все выходят на площадь и поют вместе гимны, и это так торжественно, красиво. У нас это все абсолютно по-другому, поэтому тут такое ничего себе праздник и без салюта странно. Ну, это самое простое, что можно сделать, поэтому на каждое мероприятие у нас вот этому уделяется огромный бюджет, огромное внимание, а вот качеству, что стоит сделать для того, чтобы, вот мне тоже очень сильно понравилось open houses, мероприятие, где можно везде было зайти, посмотреть, это так красиво было, везде люди тебя встречали. То есть все направлено на то, чтобы сделать как-то твой досуг, чтобы ты хорошо провел выходные, да, после работы, интересно, необычно, так еще и больше свою культуру изучил. Да и у нас в жизни не попадешь в какие-то административные здания, там даже фотографии около них делать нельзя, то есть ты не можешь вот так подойти, просто сфотографироваться около здания. Мое, например, находится в самом центре города, и вокруг меня, как выяснилось, есть только КГБ и прочие заведения, потому что это центр города, и все самые красивые здания заняты именно ими. Но в них нельзя никаким образом заходить. У нас везде огромные заборы, даже тот же дворец наш знаменитый, в который вложено огромное количество денег, и над ним работали наши художники знаменитые, то есть там выбирались лучше материалы и так далее, но туда могут попасть очень ограниченное количество людей. Действительно выдающийся белорусский институтал Михаил Анимподестов до того, как скончаться, он провел выставку «Цвет Беларуси», «Колер Беларуси», во время которой он как раз-таки показывал, что белый и красный цвета — это одни из таких основных доминантов в белорусской традиционной культуре. И у вашего нынешнего бренда «Тент Мотивс» одним из отличительных черт является красное сердце на белом нередко фоне. Это отсылка к белокрасно-белому флагу, может быть? Это отсылка скорее к его выставке, потому что мне она тоже очень впечатлива, и мне понравилось, как он рассказал, как вообще это потихонечку было на протяжении вообще всей нашей жизни. То есть здесь он мне вообще все объяснил от начала до конца. И здесь скорее отсылка к само сердце. Это все-таки любовь, солидарность, белый цвет, цвет свободы. Сочетание всего этого вместе. И самое важное было для меня это связать, это все вручную. Многие сейчас белорусы начинают говорить на белорусском языке, чтобы сохранить свою мову. Это тоже очень важно. То есть моя, наверное, задача это сохранить традиции, качество ручного труда, цветовых решений, каких-то возможностей кроем, я тут и поработаю потихонечку, чтобы все-таки не потерять эти нотки, особенно когда ты уезжаешь из своего дома, то есть там это вообще рядом с тобой, то здесь это теряется, это такая связь. И даже в Вильнюсе, когда у меня уже некоторые ребята здесь видят кого-то в нашей футболке или сумки, они уже точно знают, что это кто-то из Беларуси идет, это кто-то свой. И у них сразу вот просто какая-то такая тайная ниточка связи появляется. С вами была Талака. В новых эпизодах мы продолжим знакомство с невероятными белорусскими, которые объединяют белорусское общество. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok